Ах, как же я хочу стать мамой! Слава богу, что я как раз и нахожусь рядом с синдром удочерения. Так, ну-ка. Ой, какой тут славненький ребёночек. Мне кажется, для меня никто никогда не удочилит. Мне никогда не будет родителей. Не будет никогда мамы. Блин, такая миленькая девочка. Просто не могу, ребят, посмотрите. Она стоит играть с игрушками. Может быть, мне её удочерить? А успеешь подписаться и поставить лайк за три секунды? Три, два, один. Молодец! Я думаю, это была бы классная идея. Так, ладно, я как раз взяла все документы. Так, вроде все документы готовы, их только нужно сдать. Все, сдаем документы и отлично. Все. Привет. В общем, я твоя мама новая, да. Что? Я не могу в это поверить? Ну, это, конечно, круто, но я на самом деле так переживаю. Видите, вдруг что может произойти? Видите, я вас совсем не знаю. Вообще не переживай. Лучше поехали домой. Иди за мной. Все. Слушай, так как я еще, ну, не выкупила нам транспорт, а то нам нужно поехать на метро. А то, хорошо, конечно. Пойдем со мной на метро. Ты же когда-то ездила на метро? Ну, на самом деле, я никогда не ездила на метро. Сейчас будет мой первый раз. Все, я как раз таки знаю, как, ну, как-то туда добраться. Идем. Блин, я так на самом деле рада, что я наконец стала мамой. Так, слушай, перебегать дорогу нельзя. Иди рядом со мной. Все, идем. Вроде машин нету. Все, переходим в дорогу. Отлично. Мам, подожди. Слушай, знаешь, на самом деле, я так переживаю насчет того, что мне совсем нечего носить. Ведь у меня только эта оранжевая кофточка. И все, у меня совсем нет одежды. Что? Как так? Ну, так давай мы тебе купим. Ну, только нам все равно нужно добраться на метро. Мы с тобой как раз таки на метро поедем купить тебе новые одежды. А, хорошо. Отлично. Я все равно, я так переживаю. Не переживай. Все будет нормально. Не тревожься. Ведь все нормально. Так, иди рядом со мной. Так, а вот как раз таки и метро. Вот тут сетка у нас. Так, нам нужно доехать до города. Ведь у нас в центре города и находится магазин одежды. Хорошо, тогда пойдем. Пойдем. Так, все, спускаемся. И... Мама, я на самом деле никогда не ездила на метро. И мне так страшно. Ведь это общественный транспорт. И там может быть много народу. Доченька, ты совсем пойду. По поводу не переживай. Да, конечно, мы все понимаем, что тебе страшно. Но пойдем. Идем за мной. Так, двери открываются. Осторожней. Вдруг они тебя придавят. Все, и садись. Поехали. Видишь? Нам так повезло с тобой. Ведь никого нету. Ну, все равно мне так страшно. Все, доченька, мы уже подъезжаем к нашей станции. Давай, вставай. Все, главное не бойся. Так, хорошо. Ты мне скажешь, когда мне выйти. Хорошо. Так, все, выходим. Так. Все. Отлично. И мы теперь наехали. Фух, слава богу. Так, все, идем. Давай, выходим. Так, и вот, посмотри, мы с тобой уже в городе. Ого, такой большой город. Я в шоке, конечно. Да не бойся, все нормально. Так, вот, можно тут проверить, что да, мы уже в городе. Красный повечено. Все. Я тут как раз неподалеку, находится магазин одежды. Поэтому идем за мной. Все, отлично. Сейчас еще и прикупим новой одежды моей доченьке. Так, все. Так, осторожно, переходим на дорогу вместе со мной. Так, иди, иди сюда. Все. Так, и магазин. Это довольно-таки популярный магазин среди нашего города. Ведь он называется Рокстар. Рокстар, от слова, ну типа стар, звезда. Ты будешь нашей звездой. Ай, ну хорошо. Все, заходим. Так. Одежда для мальчиков тебе не подходит. Тебе подходит одежда для девочек. Блин, тут столько классной одежды. Все такое розовенькое. Классно. Ну ладно, буду примерять. Давай, примеряй, примеряй разные одежды. Так. Вау, какая красивая, красочная футболочка. Так, может быть я к ней шортики посмотрю. Ну-ка. Так. Ой, рваные джинсы. Не мой стиль. Лучше что-то поменяю. Ого, мне кажется, вот эти штанишки, они были, ну, модные как бы вдруг. О, с единорогом тебе не нравится? С единорогом, да, классно. Но слишком, когда по маленькому, по детски. Поэтому я хочу что-нибудь другое. Так, еще что-нибудь другое поменю. Блин, ну джинсы тут неплохие на самом деле. А что если я что-то другое надену из футболочек? Ну надень, посмотрим. Эти джинсы нет. Мне на самом деле не нравятся. Эти джинсы не очень смотрятся. Так, а если что-то другое попробовать? Ладно, давай. Слушай, я так-то так подумала. На самом деле мне тут никакая одежда не нравится. Но я все равно рада, что ты меня сводила в магазин одежды. Да, я тоже очень рада. Поэтому давай пойдем. Да, конечно, жалко, что мы тебе ничего не подобрали. Но все же. Мама, посмотри. Тут же бассейн с горкой. Я хочу купить, я хочу купаться. Ты хочешь купаться? Ну хорошо, пойдем в сторону горки и этого бассейна. Так. Да, конечно, бассейн тут огромный. Ну давай, покупайся. Но только будь осторожней, ведь вдруг ты не умеешь плавать. Хорошо. Так. Ну-ка, я пойду на трамплин. Ю-ху. Так, и спрягаю. Отлично. Мне тут так и нравится. Да, доченька, я понимаю, что тебе тут нравится. Каждому ребенку понравилось. Ой, ты что, запираешься на горку? А, доченька, ты же понимаешь, что это небезопасно? Мам, со мной все будет хорошо. Не переживай. Ой, подожди. Неужели ты будешь откатываться оттуда? Мама, мама, смотри, как я умею. Ю-ху. Ого. Ребята, мы видели. Это только что просто съехало с горки, бедная. Ну-ка. Ну. Мама, слушай. Я тут нашла, знаешь что? Я тут нашла один секретный ход в бассейне. Хочешь, я тебе его покажу? Да, конечно, показывай. Мне очень интересно. Так, все, тогда плыви за мной. Отлично. Ну-ка. Ой, тут так глубоко, доченька. Как ты могла в такой погубенье плавать? Все, вам нужно вот сюда заплыть. Туда заплыть? Что? Так, подождите, и где мы находимся? Тут, конечно, немного темновато, но все же. А, доченька, ты не думаешь, что... Ну, в общем, у нас дома есть и бассейн, и горки. Нам лучше, думаю, поехать домой. Ну да, я согласна с тобой, поэтому поехали. Все, отлично. И не надо никакие секретные ходы входить. Так, все, вот мы и на улице. Нам еще и тем более нужно тебе комнатку обустроить дома. В общем, сделать тебе все красиво. А, ну, хорошо, хорошо. Вот, смотри, я как раз таки недавно купила такой желтенький мопед. Как раз таки под твое настроение. Я надеюсь, тебе понравится. Что? Мопед? Да еще и желтый. Я вообще-то хочу поехать на белой машинке, а не на этом желтом мопеде. А, ладно, хорошо, ты только не злись. Ты что так разозлилась? Я, конечно, все понимаю, но ты, конечно, очень сильно разозлилась. Потому что я хочу поехать на белой машине. Хорошо, ты только не переживай. Сейчас уберем эту машину и поставим беленькую. Все, садись и мы поедем. И вообще, я хочу сладкое. Хочу заехать в магазин. А, сладкое в магазин? Ну, ладно, поехали. Все равно у меня недостаточно еды для дома. Ну, как бы дома у меня нету овощей, фруктов. Я тебя понимаю, поэтому так, заезжаем и припарковываемся. Все. Пошли. Все. Ой, это что, сладкий магазин? Сладкое? Ну, ладно. Окей, заходим. Все. Так, нам нужно домой купить. Так, мороженое нам не надо. Ой, это не туда. Так. Я так хочу чипсиков. Они такие вкусные. Они остренькие. Такие со специями. Я их хочу, мама. А, доченька, да, это, конечно, все круто. Чипсы, да. Но идем со мной, я тебе кое-что покажу. Вот тут, на этом стенде. Доченька. Вот тут, на этом стенде, есть и бананы, и яблоки разные. Ты не думаешь, что это может быть полезнее и вкуснее? Оно тоже такое же сладкое. Мам, нет, я хочу эти чипсики. Ну, ладно. Один раз можно. Хоть это и вредно для здоровья. Но все же. Эй, дочка, ты пока что не ешь, мы еще и за них не заплатили. Хорошо. Все, так. Ну, тогда яблоки и бананов мы купим в следующий раз. Ну, в принципе, можем идти на кассу. Тут нет ничего нужного для меня. Хорошо, мама. Все, идем тогда на кассу, так. Это что, шоколадки? Они выглядят такими вкусными, такими сладкими. Доченька, ну мы тебе и так уже купили чипсика. Ты это понимаешь? То есть, ну, чипсы плюс шоколадка. Мам, ну, пожалуйста. Ладно, хорошо, бери шоколадку. В принципе, это твой будет первый день дома. Можно тебе и чипсики, и шоколадку. Все, так, давай оплачиваем. Беру пакет, все. Складываю в пакет все вещички. Так, отлично, все. И теперь можем поехать домой на белой машинке. Все, так, садимся, присаживаемся. Доча, присаживайся. Ой, какая скука ехать домой. Есть эти чипсы. Просто сколько мы будем ехать до дома? Наверное, долго. Дочка, не переживай. Мы к нам ехать совсем недолго до дому. Смотри, видишь, у нас как раз-таки магазин. Сладкость и около дома. Как, ну, тебе на самом деле так повезло. Ага, с чем мне еще повезло? То, что у меня сладости недалеко от дома. Ну да, только мне их и будут разрешать редко. Ну, как бы не часто, да, но и не столь редко. Ты не переживай, ладно. Все, заезжаем домой. Ой, доченька, ты же у нас никогда дома не была. Так, ладно, нам нужно заехать в гараж. И тут столько поворотов на самом-то деле. Все, и ставим. Так, припарковалась и все. Высаживайся, доченька. Мама, мама, знаешь что? А что случилось? Эм, доченька? Я на самом деле в таком огромном доме никогда не жила. А вдруг я буду бояться куда-нибудь идти по дому по темноте? А вдруг я вообще буду бояться темноты? Я не знаю, что мне делать. Ничего, доченька, ты привыкнешь. Просто посмотри, какие у нас тут виды из окна. Просто шикарные, согласись. Ага, очень красиво. Я знаю, поэтому не переживай. Смотри, я тебе проведу экскурсию по дому. Доченька, доченька. Я тебе сейчас проведу экскурсию по дому, хорошо? Хорошо, мама. Смотри, тут у нас есть спортзал. То есть мы можем заниматься, допустим, вот такие приседания делать. Качать пресс. Так, видишь? И потом, ну давайте я включу беговую дорожку. Давай мы сбросим калорий за твои чипсы и шоколадки. Ой, мне кажется, беговая дорожка слишком быстрая. Я не успеваю. Не переживай, беговые дорожки можно отключить. И тем самым ты не будешь до них бегать. Все? Нет, и я хочу заниматься. Все, доченька, если ты будешь заниматься, то только попозже. Я тебе еще не провела экскурсию по дому. Так, вот тут у нас тоже красивые виды. Мы можем отсюда подняться сразу наверх. Слышишь? Ой, ты что села? Идем за мной. Так, ну а если ты хочешь подняться, ну как бы в дом через гараж, поэтому нам нужно забраться вот сюда. Смотри, доченька, тут у нас кухонка. Так, тут у нас есть холодильник. То есть у нас тут есть сладости и да, все, что ты захочешь. Ой, я на самом деле так хотела попить воды. Да, я тебя понимаю. Но я чуть попозже попью. Так, тут у нас зал. Вот у нас телевизор. Смотри, тут как раз таки канал с питомцами. Ой, блин, я на самом деле так всегда мечтала. А домашних животных, а собачки, а котики. Да, я душу на самом деле всегда хотела, но никогда не было времени. Тут у нас бассейн, который ты любишь. Да, я бы как раз и сейчас бы и освежилась. Но перед этим я бы тебе бы хотела показать твою комнату. Идем. Она как раз и неподалеку от кухонки. То есть я все для тебя подготовила. Так, и вот, смотри, первая комната это твоя. Смотри. Ого, такая большая комната. У меня никогда не было своей комнаты. И что, я могу прыгать на кровати? Доченька, ну подожди. На кровати прыгать нельзя. А то она продавится. Ну или может сломаться. Ой, сломаться. Блин, я так хотела попрыгать на кроватке. Я понимаю, доченька. Ну ладно. Я тогда посмотрю что-нибудь другое. Так, смотри, тут у тебя вещи. Я, кажется, не присматривала. Когда ты смотрела на свои вещи, я присматривала вещи, которые мне и тебе больше всего нравились. Вот и они тут все висят. Блин, как классно, мамочка, спасибо. И тут у тебя вот такой столик, перед которым ты можешь и краситься, и заниматься всеми делами. И тут ты можешь выйти сразу на балкон. То есть, ну, все тут продумано. И вот тут моя рядом комната. Видишь, то есть мы с тобой рядом живем. Ой, ну неплохо, отлично. Доченька, знаешь, я и хотела для тебя сделать сюрприз. И какой же сюрприз? Так как ты себе хотела котика, вот, смотри, я тебе его прикупила. Что? Котик? Как я рада. Спасибо большое, мама. У меня не было никогда своего котика. Да, я безумно рада за тебя. Смотри, он такой беленький, сладенький весь. Просто посмотри на него. Да, мам, спасибо тебе большое. Он такой пушистенький. Ставь лайк, понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, пока, переходи в следующую мою видео. Увидимся там. Увидимся там. Увидимся там.